Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Лестер Сити. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения летсплея на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, наш марафон продолжается. Напомню, как только под этим видеороликом вы набираете 10 лайков, сразу же выходит следующий видеоролик, так что дерзайте. Сегодня у нас три матча в английской премьер-лиге подряд. Домашняя игра против Эвертона, выездная с Арсеналом, домашняя против Астон Виллы и выездная против Шахтера в Лиге Чемпионов. Будет уже четвертый тур, так что давайте будем переходить к игре с Эвертоном. Они идут сейчас на пятой строчке. Дальше у нас, кстати, игра с Арсеналом. Они где-то идут очень даже плохо. 19-я строчка, прям как в этом сезоне они и начали. Пять поражений у команды из шести туров. Представляете, один раз только они смогли победить, но они сейчас на вылет очень даже так намечаются. Но у нас игра против Эвертона. Нужно их обыгрывать, уменьшать наши между ними, так сказать, отставания. Это уже между личными, так сказать, показателями. Поэтому давайте посмотрим, что у нас по составу. Кто готов, кто нет. И будем выдвигаться на игру. Так, ну небольшие изменения я внес. Вместо Ундера поставил Айоза Переза немножечко, дав ему отдохнуть. И также Тэмми Абрахама вместо Тима Вернера поставил в нападение. Поэтому вот таким составом мы выходим против Эвертона. У нас домашняя игра. Лестер, Эвертон, поехали. Итак, Кинг Пауэр Стадиум, Лестер Сити против Эвертона. Это английская премьер-лига. Поехали. Телемантс. Так как неплохо. И 1-0. И снова забивает у нас Баутаро Мартинес от штанги. Очень хороший гол. 20-я минута в ближний угол. Наш аргентинец пробил. Ну и 1-0. Замечательный гол. Посмотрим еще раз. Здесь Айоза Перез неплохо. На Рикардо Перейру. И Телемантс с голевой передачей. Ну так аккуратненько, резко прям. Причем, что голкипер даже и не успел у них среагировать. Но 1-0. Ребята молодцы. Уже идет на самом-то деле 74-я вон минута. А они вроде как их даже устраивают. Вот этот счет на табло. И то, что Лаутаро Мартинес забивает дубль. 76-я минута. Лаутаро Мартинес, если так дальше будет продолжать, действительно может стать лучшим бомбардиром английской премьер-лиги. Он и за прошлые полсезона у нас в Лестере неплохо так назабивал. А здесь просто шикарно. В последних матчах он действительно вот лидер атаки. И может быть действительно сейчас у него прошла вот эта адаптация. И это замечательная замена для Лаутаро. Для Джейми Варди, извиняюсь. Ну и Тима Вернер также был куплен на большой задел. Поэтому надеюсь, что после ухода Джейми Варди мы не заметим проблем. Арбитр просто уже свистит об окончании встречи. Дубль Лаутаро Мартинеса. Домашняя наша уверенная победа. Ну ребята действительно молодцы. Что еще здесь можно сказать? 4 удара, 3 в створ. Ну и Мартинес стал игроком матча. После седьмого тура мы поднимаемся на восьмую строчку. И у нас отставание в 9 очков до первого места. Итак, победная серия команды Лестер Сити продолжается. Вроде как четвертая уже. Сейчас у нас игра против Арсенала. Шмейхель никуда не собирается. В боках у нее распошли слухи. Ну и кстати Арсенал-то поднялся. Они выиграли предыдущий свой матч. И сразу с девятнадцатой строчки поднялись до двенадцатой. Поэтому посмотрим. В любом случае они находятся рядом с нами. В половине наших очков они. Вот отстают. Но побеждать нам в любом случае нужно. Если мы победим, а сверху так сказать команды проиграют, то мы можем на пятую-четвертую строчку сразу подняться. Поэтому будем готовы. Против Арсенала мы играли даже в Лиге Европы в прошлом сезоне. В двухматчевом противстане мы их обыграли. Тогда Лаутаро Мартинес кстати забил дубль. Вот такие вот у нас дела. Я не знаю кого выпускать. Но во-первых Варди не будет принимать участие Абрахам. Из-за плохой своей формы. Также я не знаю. Давайте посмотрим кто лучше слева. А Гомеза надо взять слева. Потому что Ригелон с ужасной формой. Поэтому если что вдруг мы его вот выпустим. Ну и все. Вот таким составом мы выходим. Вернер Мартинес будет у нас в нападении. Ничем немножко не отличается состав как с Эвертоном. Поэтому выездная игра. Арсенал Лестер поехали. Итак, Эмирейт Стадиум. Арсенал принимает Лестер Сити. Это английская премьер-лига. Восьмой тур. Поехали. Так, Лаутаро. Лаутаро Мартинес. Это наш первый причем удар. По воротам. И Лаутаро Мартинес снова забивает Арсеналу. Это было в Лиге Европы в прошлом сезоне. Он и сейчас снова забивает на Эмирейтсе. 47-ая там уже шла минута. Но это наш действительно вроде первый удар. По воротам. Реализовали очень хорошо. Свои единственные моменты за первый тайм. Ну и все. Уходим на перерыв со счетом 1-0. Нам сейчас нужно забивать. Потащил. Ну и Лаутаро Мартинес на добивании. И это 2-0. Снова дубль от Лаутаро Мартинеса. Лаутаро Мартинес у нас один из лучших действительно уже нападающих этого сезона. Если Тима Верднер, скорее всего, там тоже у нас проходит адаптацию. То Лаутаро Мартинес уже полгода как игрок Лестера. Ну и начал этот сезон просто великолепно. Финальный сесток. Снова дубль Лаутаро Мартинеса. Нам приносит победу. И снова мы выиграем со счетом 2-0. Арсенал терпит очередное для себя поражение. Уже седьмое в этом сезоне. Но у нас как-то лучше даже сложилась игра. Хоть и владел большим мячом Арсенал. Лаутаро снова игрок матча. Естественно, кто бы сомневался. После восьмого тура мы поднимаемся никуда на восьмую строчку. Так и остаемся. Арсенал опускается на пятнадцатую. Ну вот как-то так до Ливерпуля у нас снова девять очков. Все так же. Так, у нас переговоры. Скауты нам нашли опорника нового. Фабинио там вроде, если я не ошибаюсь. Да, но он возрастной. Хотя 28 лет. Можем добавить. Посмотрим, что из этого, в принципе, там может выйти. Добавим пока что. Так, а кто у нас там еще-то, в принципе, в списке нашем? Фабинио, Райз, Закария. И что там? Кто у нас? Райз 36. Закария 36 тоже. Что по Фабинио? Сейчас посмотрим. Если будет дороже, то вряд ли мы его будем брать. Скорее всего, он, естественно, будет дороже. Нет, за 33 можем договориться. Сейчас попробуем. В любом случае, отправим предложение. А там уже будут ли у нас деньги или нет. Посмотрим. Итак, сейчас у нас игра против Астанвилы. Астанвил находится, кстати, на уровне Арсенала. Я готов даже сейчас ротировать немножечко состав. Потому что дальше у нас игра с Шахтером. Вы и зная, будет очень трудно против них играть. Варди, кстати, интересуется Манчестер Юнайт. Этот конкурент там бы, конечно, не хотелось бы отдавать. Но в любом случае, мы посмотрим, что из этого там, в принципе, может у нас выйти. Шмехель выйдет на этот матч. Также Кастагна и даже вот своих, так сказать, резервных защитников. Гомеса и Саюнцу я беру на этот матч. Ниди. Ниди будет на этой игре. В стартовом составе, потому что пропустил игру с Арсеналом. И дадим отдохнуть Чудхури. Барнс даже вместо Мэдисона. И моя связка нападения. Английская в Варди с Тейми Абрахам. Капитанская у Джейми Варди. Ну и все. Вроде действительно вот. Все. Состав на ваших экранах. Лестер против Астон Виллу. У нас домашняя игра. Поехали. Итак, Кинг Пауэр Стадиум. Лестер Сити принимает Астон Виллу. Английская премьер лига. Поехали. И 1-0. Отлично. Прайд. С голевой у Джейми Варди. 50-я минута. Сразу буквально после выхода на второй тайм. Мы забиваем. Ребята молодцы. Уже пятый мяч мы подряд забиваем. И не пропускаем. Слава богу, пока что ни одного. Главное, чтобы не сглазить сейчас. И все. Финальный сесток. Минимальная домашняя у нас победа над Астон Виллой. Благодаря единственному голу Прайда мы выигрываем сегодняшний матч. Он, скорее всего, и станет игроком матча. Селинственный, кстати, удар в створ был. Да, Прайд 7-5 оценку получает. Итак, после девятого тура мы поднимаемся на шестую строчку. Все так же нас отставание в 9 очков до Ливерпуля. Ну, и более-менее, кстати, вот на вторую строчку очень вероятно попасть. Буквально 2 очка до второго места. Тут просто Ливерпуль очень хорошо сейчас идут. 15 мячей забили. Ни одного не пропустили. Так, ежемесячный отчет. В сборное место попал Телеман с Мартинес и Абрахам, кстати. Вот так вот. Она на плюс 1 добавил к своему рейтингу. И все. Из основного состава у нас больше никто и не прокачался. Так, переговоры. Что у нас по Фабинио? Они говорят за 42 миллиона. Но в любом случае мы здесь это все так вот оставим. Так, а что у нас там по зарплатам они хотят? Ну, я бы 5 миллионов бы оставил на самом деле. И попытался бы еще взять игроков из Молодежной Академии. Почему бы и нет? Взять их, продать потом. Так, а у них, кстати, рыночная стоимость не такая уж тут сильно-то и большая. Все, лишь 22 миллиона и Коголя Рейла только. Поэтому нет. Такую махинацию мы не получим. Что у нас сделать. Поэтому все оставляем как есть. Ну и сейчас у нас игра с Шахтером. Весь, я надеюсь, мой основной состав отдохнул. Заряжен на этот матч. Смотрим. А нано. Старте состав полностью готов. Сейчас просто вот надо вместо Прайта, скорее всего, Айзу Переза взять и все. Вот таким составом мы выдвигаемся на выездную игру в Лиге Чемпионов в Донецк. Поехали. Итак, Konami Stadium. Шахтер принимает Лестов Сити в рамках четвертого тура Лиги Чемпионов. Посмотрим, получится ли отквитать украинской команде вот за наше то, за их поражение, за нашу победу с счетом 2-1, который мы вырвали на последних буквально минутах. Счет был у нас 1-1. И вы посмотрите, ну что это за такое? Это какой-то скрипт реально сработал. Шестая минута. Хуньер Морай. Смотрим еще раз на этот момент. Передача практически, ну можно сказать, да, здесь еще со своей половины поля. И вы посмотрите, в касании, ну это еще и мощный такой удар был. Его видно сразу на записи, я надеюсь, будет. Но это просто ужасно. Сейчас именно игра, потому что это понятно было, что это какой-то скрипт. И отлично, 1-1. Лаутаро Мартинес забивает, сравнивает счет. Не знаю, сейчас можно ли мяч взять. Нет, он даже не берет. Но мы будем все так же продолжать играть от атаки. Побеждать нам сегодня нужно обязательно. Что мы зря все-таки Барселону на Комп-Ноу обыгрывали. Поэтому и Шахтер должны тоже на выезде обыграть. И все, финальный свисток. Мэдисон у нас радуется. Хоть и сыграли мы в ничью 1-1. Потеряли очки впервые в четвертом туре. Вот. Мы выходим в плей-офф Лиги Чемпионов. Просто еще не знаем с какого места. Поэтому в двух последних турах будем это решать. Но вот этот вот скрипт, который забил нам Шахтер, это очень не обидная хрень. Единственное, это удар-поворот. Но, слава богу, хотя бы отыграться у нас получилось. Барселона вынесла Миддлэнд 4-2. Они идут на второй строчке. Теперь у нас минимальное отставание. Вот как-то так. Итак, нам предлагают работу в Челси. Алаутар Мартинус у нас теперь получает прозвище Ас. Челси, кстати, идут на девятой строчке. Но это очень странно было бы мне туда переходить. Ладно бы они шли, как Ливерпуль, к примеру. Но все равно нет. Все. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подпишитесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жизнь. До новых встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok